Про вас написали в группу. Я администратор. Пост еще не опубликован. Такое сообщение пришло нашей коллеге Маргарите Трегубенко. Вечером в одной из соцсетей ей написала незнакомая девушка. Содержание публикации, которая якобы должна появиться в городском паблике, было компрометирующим. Я сначала как-то отнеслась со смехом к этому, думала, ну, несерьезно, и внимания не обратила. Просто написала, что, ну, недоброжелателей, видимо, много. Утром общение продолжилось. Незнакомка написала, что обидчик есть у Маргариты в друзьях. Соцсети журналистки закрыты, и добавляет она только тех, кого знает лично. Спросила, можно ли автора сообщение увидеть. И утром только пришло сообщение, ну, дальше переписка пошла о том, что автор есть у меня в друзьях, что это девушка. Вот, потом, собственно, на работе уже, когда я рассказала эту историю коллективу, вот, мне подсказали, что это вид мошенничества. Чуть позже выяснилось, что есть возможность не выкладывать пост в группу. Такая услуга оказалась платной. Могу отклонить написанную запись и прислать автора за символичную сумму. Цена за репутацию – 400 рублей. Маргарите прислали и номер карты, и название банка. Собрав информацию, журналист поехала в УВД. Вот поступил такой сообщение, якобы меня куда-то там выкладывают, да? Я стала вести тему. И пришло все к тому, что требуются деньги для того, чтобы это не публиковалось. Страница, с которой писали корреспонденту, фейковая. Поэтому правоохранители будут делать запрос в офис социальной сети. В УВД сообщили, что ежедневно к ним обращаются альметьевцы с заявлениями о вымогательстве. Такие случаи бывали, к сожалению. Обычно взламывают страницы, находят интимные фото и начинают шантажировать. Маргарита Трегубенко подала заявление. Теперь органам правопорядка предстоит разобраться, кто отправлял сообщение. Вероятность того, что преступник в Альметьевске или России, мала. Полицейские рассказали, что нередко мошенники действуют из других стран. Елена Бауэр, Антон Николаев, Илья Нурзалятов. Новости Юго-Востока.